Детей погибло при пожаре Таким образом и кто считал, мы поговорим попозже. Я пока хочу сказать, что везде была информация первого дня, самого первого дня, что недосчитались 160 детей. Как вы думаете, 160 детей, их каким-то образом нужно ведь было вывести из торгового центра, когда начался пожар. И вот многие люди мне пишут в личку о том, что скорее всего это те дети, которые под деревням были собраны или те дети, которые были из детдома. А вы не находите другое, что возможно пропали дети, которые как раз были из хороших семей, а не детдомовские дети. И вообще сколько сгорело детей, мы не знаем. Ведь по домам, ходили ФСБ и МЧС, ходили по домам, которые выходят окнами на это здание, чтобы они не вели никакую съемку. Казалось бы, наоборот, правительство должно быть заинтересовано, чтобы собрать как можно больше фактов. А там все запрет, запрет, запрет. Это нельзя, это нельзя. А потом говорят, что якобы где-то не та информация. Да как же она будет та, если не дают ее просто снимать, не дают говорить, затыкают все мрты. Митинги разгоняются. В Кемерово начали бить. Руку на ухо, застрели его! Капитан, майор, застрели! Майор, застрели! Эй, стреляй в меня, майор! ОМОН и милиция стали бить народ. Людей! Ребята, ну что, девушки-то зачем прогрессировать? Причем маленьких, щупленьких девочек. Это что такое, скажите? Только потому, что они вышли на митинг и требуют Требуют за своих родственников, сгоревших в этом пламени. И потом опять-таки мы не знаем, сгорели все или не сгорели. Давайте разберем такую информацию. Довольно-таки она, знаете, можно ее отбросить. Можно сказать, что это чушь. Но я бы не торопилась. Я бы не торопилась с выводами. Я вам прочитаю. Смотрите. Это перепост и сообщение идет какого-то М. Шандакова. Граждане России, довожу до вашего сведения, что сегодня ночью в аэропорт Внуково-3 прибудет спецборд из Кемерово, которым в Москву будут доставлены около 40 детей детдомовцев, похищенных кремлевскими сионистами для свершения сатанинского ритуала жертвоприношения в честь иудейского праздника Пейсах. Дети будут зверски убиты в ночь на 31 марта в Коломенском районе Московской области на территории заброшенного животноводческого комплекса, забитых как скот. У нас еще есть время их спасти, но на это нужна воля народа. Когда я позвонила начальнику охраны своего отца, спросила, что произошло. Он просто плакал и сказал только одно. Даже я, все видавший мужик, не могу на это смотреть спокойно, потому что когда мы открыли кинозал, там лежали дети. Он еще такую вещь сказал, что те дети, которые пропали, что они живы. И есть списки пропавших детей, что они не погибли, они не сгорели, они живы. Но это так больно, что они никогда больше не увидят своих родителей. Но ведь если действительно дети пропали, и если действительно трупов не досчитались, то где дети? Где дети и куда они делись? И я вам хочу сказать, что детей из Кемерово при большом стечении народа, и при том, что везде теперь все смотрят друг за дружкой, то в этой ситуации только спецборд мог вывезти детей из Кемерово. Спецборд. И я думаю, что это понятно. Понятно почему? Потому что ведь все самолеты, они обслуживаются гражданским населением. И только спецборд обслуживается иными людьми, которые давали подписку, которые хранят молчание полностью. Поэтому дети могли быть вывезены только спецбордом. Теперь нам, правда, говорят, что и сгоревшие трупы тоже будут вывозиться в Москву. А вот здесь мне бы хотелось, чтобы люди в Кемерово на месте проверяли, какие такие трупы будут вывозить. Ведь в мешках заложенных могут быть усыпленные живые дети, усыпленные, но не мертвые. А в мешках вы же не видите черное, что там загружают самолет. Поэтому будьте внимательнее. Страшное время наступает. Просто страшное. И если мы не будем об этом говорить, мы получим... Я даже не знаю. Я не знаю, что вам сказать, что мы получим. Потому что мы уже рухнули. Мы рухнули. 18 марта 2018 года страна рухнула. Мы рухнули в пропасть. И мы летим в ту самую Зайчинору. Я сделала три ролика, где говорила. Первая кроличья нора. Вторая кроличья нора. И третья. И спросила, как глубока эта кроличья нора. И вот видите, мы получаем ответ, насколько глубока кроличья нора. Мы даже себе представить не можем, насколько она глубока. Что бы хотела сказать я. На митинге. На митинге замгубернатора говорит, что... В этот момент в здании находилось около полутора тысяч человек. Почему не выводили людей? В торговом центре было полторы тысячи народу. Примерно. Из них, из этих полутора тысяч, мы опираем сейчас только на слова губернатора. Из полутора тысяч вывели МЧСники 700 человек. Почему людей не выводили? Бля, ты сам себя услышишь, твой. Послушайте. В инструкциях в соответствии, почему людей не выводили. Прежде чем делать выводы, дослушайте до конца. Мы это слушаем уже третий день. Мы третий день уже слушаем. Мы это слушаем. Полторы тысячи. Около полутора тысяч. Еще раз. Подождите. 700 человек вывели только спасатели МЧС. Только 700 человек. Таким образом, в торговом центре, получается, должно остаться 800. И, получается, 800 человек сгорели. Но, если исходить из слов именно этого замгубернатора, то есть 700 человек, но выбежали, да, как он говорит, может быть, сами выбегали. Но 700 человек. Да вы, да вы, да вы понимаете, что вы сами выбежали, люди выбежали. Вы понимаете это, что люди выходили сами. И МЧС, и пожарники помогли. А полторы тысячи минус 700. Ну, давайте простую арифметику. То, что вам сказал замгубернатора. Полторы тысячи минус 700. Это 800 человек должно остаться по подсчетам замгубернатора в торговом центре. Это то, что он сказал на площади. А мы должны это услышать. Но ему в ответ вторит женщина пожилая и говорит, неправда. Я с первой минуты была там. С первой минуты, вот когда люди начали выбегать. И она сказала, что более 100 человек не выбежало. Я была там от самой первой минуты, когда начался пожар. Выбило больше 100 человек. Всех остальных, все остальные были закупорены, закрыты на замки. Эти детей звонили к своим родителям. Просили их за помощь. Просили, чтобы подрослали пожарные. Они просили, они прощались. Дети многие. Я со многими разговаривала. С мужчинами, с женщинами, которые поступали звонки от детей, от жен, от мужей. Когда они прощались. То есть более 100 человек не покинуло торговый центр. Тогда что получается? Простая арифметика. Полторы тысячи минус 100 человек. Тысячу 400. Осталось в торговом центре. Тогда какого же количества не досчитались люди людей? То есть, если сегодня говорят, что якобы трупов там 335. Или может быть где-то 400. А где остальные тогда? И мы не знаем, трупы они взрослые или они детские. Насколько можно было понять, опять-таки из подсчетов, 542 места в трех залах. И эти залы были переполнены. В трех залах 542 места. Билеты все были проданы и все переполнены. То есть, 542 человека. Ну, допустим, может быть, там несколько человек успело спастись. 540 человек. Они сгорели, получается, в этих самых залах. Или их вывели. Или их вывели каким-то черным потайным ходом. И это тоже возможно. И завтра должен прилететь борт из Кемерово, люди, которые там работали. И также должен прилететь второй самолет. И когда прилетит этот самолет, то к Внуково-3 должны подать школьный автобус. Это будет ночью, и ночью будут перекрыты трассы. Трасса к аэропорту, ведущая к аэропорту Внуково-3. И это все возможно. Понимаете, здесь действительно бесовщина. Здесь ад. Понимаете, сатана проскакал по этому самому торговому центру. Дань сатане, дань аду была отдана через огонь. И вы заметите, во многих городах следующего дня или того же самого были поджоги, были пожары. То в Питере горел автосалон, то в Грозном горел верхушка, здание, то еще в каких-то городах. Везде все горело. Так вот я хочу сказать. Смотрите и вспомните теперь Бреслан. Вот тогда 1128 человек было в школе. Из них якобы погибло 333. Это вместе с защитниками, кем-то, кто из Альфы, наверное, выходил. Я не знаю, потому что то ли 331, то ли 333. Какая-то цифра здесь была такая особенная. Это 2004 год. Северная Осетия. И там, если вы помните, тоже недосчитались. 169 человек, по-моему, недосчитались. Недосчитались. То есть куда они делись? Их вывели, как тогда говорили, через черный ход, через подземный ход. Их вывели. Их вывезли. Такое количество детей вывезли. И что сделал Бреслан? Он, конечно, встал. Конечно, там были вопли и рыдания. Но где дети? Где те дети, которые тогда пропали? Вы вспомните, люди, память напрягайте. Тогда пропали дети. Огромным количеством. И когда сейчас написали о том, что недосчитались детей, что дети в количестве 160, ну как считают, я считаю, что гораздо больше получается теперь, они пропали? И что их вывезли во Внуково 3? А почему же и нет? Мы, если не будем ничему этому верить, мы будем терять и терять и терять. Бреслан тогда подавили. Сейчас давят Кемерово. Но все остальные города. Завтра из Кемерово это придет. Да, кстати, и Волоколамск тоже давят. Там тоже, так же идет народное восстание. И его тоже давят. Я хочу сказать. Не надо отбрасывать эту версию о том, что детей могли стащить. Могли просто тайком вывезти. Не отбрасывайте эту версию. Эта версия вполне живучая. Если в Беслане в 2004 году пропало огромное количество детей, малышей, то почему же здесь, если опять пошел такой слух, что пропали дети, почему мы не должны верить? Но опять-таки я говорю, что вывезти их можно было только закрытым спецбортом. И то, что сейчас собирается вывозить якобы на генетическое опознание. Да бросьте вы. Какое генетическое опознание? Я полагаю, что какое-то количество небольшое возьмут трупов. А все остальное, это могут быть живые, усыпленные дети. Будьте бдительны. Граждане, будьте просто бдительны. Не отбрасывайте, не кричите. Там сумасшедшие люди говорят. Мы это уже прошли в Беслане. Теперь не допустите этого в Кемерово. И если действительно, то смотрите, кого надрывайте мешки, смотрите. Там трупы или там усыпленные здоровые дети в этих мешках, которые вы будете грузить в самолеты, якобы для генетического опознания. Я не верю. Я не верю ни во что, потому что это уже было, это уже проходили, это уже дежавю. Я Таня Карацуба, Сейдбургхан.